Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Время истины». Уже второй год в Ростове-на-Дону по благословению Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Алексея II проходит выставка «Православная Русь» дневник работы авторитетного православного форума в нашей сегодняшней программе. По благословению Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Алексея II в Ростове-на-Дону 28 мая открылось для всеобщего посещения церковно-общественная выставка «Форум. Православная Русь». Организаторами выставки выступили Ростовская-на-Дону епархия по главе с архиепископом ростовским и новочеркасским Пантелеимоном. Также в создании проекта приняло участие выставочное объединение «Рестек» и выставочный центр «Вертол-экспо», на территории которого и развернулся форум. Первый день выставки был богат на важные события. Владыка Пантелеимон в сопровождении духовенства прибыл на выставку, чтобы принять участие в молебне, с которого будет начинаться каждый день православного форума. «Будет светлость Господа Бога нашего на нас и делорок наших и справи!» «Будет светлость Господа Бога нашего на рук наших и справи!» Правящий архиерей в своем вступительном слове поблагодарил устроителей, организаторов выставки, особо отметив личный вклад губернатора Ростовской области Владимира Чуба и его заместителя Александра Бедрика, а также руководство города Ростова-на-Дону. Владыка Пантелеимон подчеркнул значимость выставки форума «Православная Русь». Эта выставка проходит в год, в год, определенный названием «Год семьи». И в программе этой второй выставки «Православная Русь» есть темы из семьи, темы детей и, главное, духовно-нравственное возрождение нашего общества. В торжественном открытии выставки принял участие и заместитель губернатора Ростовской области Александр Бедрик. Совместно мы организуем ежегодно встречи благодатного огня, проводим битревские чтения, встречи наших православных святынь. И все это делается в интересах нашей Великой Родины, наших православных людей. Среди тех, кто оказал помощь в устроении выставки, был заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе, председатель Донского отделения императорского православного палестинского общества Сергей Епифанцев. Можно называть эту выставку «второй», но самое главное, что она тоже по-своему уникальная, как и предыдущая. Уникальная прежде всего тем, что сюда приехали люди, для которых духовность, возрождение России, понимание, сотрудничество – это все не пустые слова, и люди стремятся к этому. Также с наилучшими пожеланиями ко всем пришедшим обратились представители выставочного объединения «Рестек» и выставочного центра «Виртуал-экспо». Наступил торжественный момент открытия выставки форума. Не скрывая радости на своих лицах, организаторы во главе с правящим архиереем перерезали символичную красную ленточку. Далее владыка Пантелеимон направился к экспозициям выставки, дабы поближе познакомиться с ее участниками и товарами, которые они демонстрируют. Выставка форум «Православная Русь» второй раз организовывается на Донской земле. Участники выставки демонстрируют изделия собственного производства – иконы, церковные утвари, литературу, большое разнообразие свечей, меда, лечебных напитков, ювелирных изделий, изделия из хлопка льна и еще огромное разнообразие всего того, что необходимо православному человеку. Десятки умельцев съехались на выставку, чтобы показать свои работы. Это необъятно. Вот я взял яйцо страуса, на нем обработал. Бронцы попробовал, кость маморта попробовал. Все-таки интересно же самому заниматься. Живописцы Ростова-на-Дону экспонировали на выставке картины православной тематики, посвященные родной земле, святым местам города и области. В них отражена жизнь святых отцов в служении Богу и русскому народу. То есть это вещи, написанные с натуры, мне как-то это интересно, мне это близко. И насколько я понимаю и заметил, это интересно людям, это интересно зрителям. В программе выставки также была запланирована пресс-конференция, в ходе которой правящий архиерей ответил на вопросы журналистов. И вот мы сегодня прошли по рядам выставочным, увидели то искусство, то умение, и ту любовь к традициям православия, которая отражается вот в том искусстве, которое это иконопись, это вышивание. И очень много появилось книг на церковную тематику. Представители СМИ интересовались религиозной обстановкой на Донской земле, вопросом обведения предмета основ православной культуры. На все эти вопросы архиеписко-простовский и новочеркасский Пантелеимон отвечал вместе с другими представителями православного мира. Далее в конференц-зале прошла презентация паломнического центра Московского патриархата. Представители центра рассказывали о своей деятельности и о последнем плоде их работы. Книга, о которой рассказывали участники конференции, включала в себя историю русского православного паломничества с X по XVII века. Разные были периоды, но паломничество только два раза было приостановлено. Во время монгольского нашествия в XIII веке и в советский период. Эти карты делали картографы Института культурного природного наследия Академии наук. Это очень интересные карты, и если их совместить с текстом, то вы поймете, как изменялись маршруты паломников к Вселенским центрам православия за тысячу лет. Во второй день выставки архиепископ Ростовский Новочеркасский Пантелеимон выступил с докладом, которым открыл конференцию, посвященную памяти новомучеников и исповедников российских. Святой апостол Павел в одном из своих посланий дал христианам заповедь. Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Далее, после небольшого перерыва, правящий архиерей возглавил следующую конференцию, запланированную программой выставки. Владыка Пантелеимон отметил в начале своей речи, что инициативы и проекты Русской Православной Церкви находят поддержку на государственном уровне и в светских кругах. И сегодня мы выступаем с одной из таких инициатив воссоздания на Донской земле Донского церковно-исторического общества. Это общество создавалось нашими предками и лицами, конкургонами, так и светским. Держалось их инициативной и горячей любовью к родной земле. Донское церковно-историческое общество имеет долгую историю. У его истоков стояли такие известные люди, как архиепископ Макарий Миролюбов, Харитон Попов, Алексей Кириллов. Помимо разнообразия представленных товаров, конференций, посетители выставки могли наслаждаться творчеством таких коллективов, как, например, камерный ансамбль «Капричо». Также посетители могли оценить умения Донской певчей капеллы Анастасия под управлением профессора Тараканова. Одной из инициатив ростовской епархии, выдвинутой в дни выставки, была социальная программа «Задайте вопрос священнику». Любой желающий мог обратиться к священнослужителю. В основном посетители просили совета, искали помощи в решении своих душевных тревог и жизненных трудностей. Также в рамках выставки форума «Православная Русь» в программе были запланированы ежедневные показы социально важных православных кинокартин, которые отражали жизнь брошенных, обездоленных детей, нашедших свой приют в социальных учреждениях нашего города. За пять дней выставки форума тема семьи неоднократно поднималась на конференциях, в концертных программах и в кинопоказах. Фильмы, популяризирующие ценности семьи, становились победителями различных православных кинофестивалей. Зрители увидели фильмы «Мама, я за тебя молюсь», «Возвращение к истокам», «Единение», «Родом из православия» и другие. Мне очень понравился первый фильм. Я считаю, что такие фильмы надо делать в школе, чтобы люди изначально представляли, что такое семья, учились на таких фильмах и понимали, когда будут в будущем создавать свою семью. Программа пятого дня выставки была пропитана любовью к детям. Этот день совпал с Международным днём защиты детей. Всем гостям и участникам выставки было предложено посетить Ростовскую филармонию, где проходил благотворительный концерт, выставки картин, рисунков и изделий прикладного искусства. Сделанных пациентами гематологического отделения Донской областной больницы. Деньги, которые организаторы планируют получить, будут направлены в накопительный фонд для приобретения медицинского прибора для точной диагностики лейкемии. Для всех пришедших на концерт выступил оркестр русских народных инструментов «Дон». Также для зрителей были большим сюрпризом выступления тех, кто поборол эту страшную болезнь. Одним из таких стал Евгений Мешков с произведением «Родина». Сама же выставка «Православная Русь» завершилась 2 июня. Подводя итоги выставки, можно смело сказать, что ее посетило более 15 тысяч человек. Безумно под впечатлением от икон. Они мне очень понравились, все иконы очень красивые. Очень мне понравился наш Иверский монастырь, который свой товар выдвигает. Я просто очень часто его посещаю, поэтому хотелось бы, чтобы такие выставки почаще были у нас. Каждый участник, посетитель, гость, организатор 2-й межрегиональной выставки форума «Православная Русь» стал частью большой семьи под названием «Родина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова